Тук-тук, открывайте, эта деревенька стучится в ваши дома. Пришло время примаститься на заваленки и посудачить о насущном. Мы вам и расскажем, мы вам и покажем, и даже дельные советы дадим. Все в лучших традициях деревеньки. Когда мы еще начинали работать, у нас, например, были деревянные гнезда, двухъярусные, в которые в каждое гнездо нужно было сыпать опилки вручную. Сейчас в настоящее время у нас стоят автоматические гнезда, которые сами открываются, сами закрываются. Не в тесноте и в чистоте, как живется куром в многоэтажных апартаментах, деревенька знакомилась с новейшим производством инкубационных яиц. Мы достаем из вазона. Корневая система здесь бита, ее разбивать не надо. Как правильно посадить, поливать и ухаживать за вечно зеленой туи? Советы из первых уст. По фэншую обязательно должна быть мельница, она привлекает удачу и счастье. Должен быть водоем. Потом должны быть камешки, то есть небольшие возвышения. Вот мы и добавили. Оформляем частное подволье по восточной теории. В поисках энергии ветра и воды деревенька отправилась в Быховский район. О пользе новых технологий на сельхозпредприятиях, думаю, наслышаны все. Продукция становится более качественной, а энергоресурсы существенно экономятся. На неделе корреспонденты деревеньки заглянули на птицефабрику Агролинк, что в Быхове и, скажу вам честно, были приятно удивлены. Кругом чистота, порядок, а жилища обитателей птичников больше напоминают многоэтажные дома. Заинтересованы? Тогда смотрите следующий сюжет. Возраст этих птиц около 170 дней. Живут они вот в таких многоуровневых клетках, больше напоминающих куриные небоскребы. Мясо этих кур на прилавках не появится. Здесь они производят инкубационное яйцо, из которого вылупится суточный цыпленок мясной породы. Мы используем такие передовые технологии, как клеточное содержание родстата. Это в три раза практически уменьшает площадь содержания и в то же время довольно существенная экономия, прежде всего, газа, тепла, энергии. Ну и количество работающих мест довольно сокращается с учетом вот этих передовых технологий. Инвестиционный проект по модернизации на предприятии длился с 2010 по 2013 год. За это время производство увеличилось более чем в два раза. Когда мы еще начинали работать, у нас, например, были деревянные гнезда двухъярусные, в которые в каждое гнездо нужно было сыпать опилки вручную. То есть у нас было много людей, которые этим всем занимались. Сейчас в настоящее время у нас стоят автоматические гнезда, которые сами открываются, сами закрываются. Так просто в птичник не попадешь. Сперва следует принять душ, а после переблочиться в спецодежду. Подобные требования обоснованы. Сегодня Агролинка реализует продукцию восьми белорусским птицефабрикам, которые в свою очередь отправляют свой продукт на экспорт. Если хоть одна птица подхватит инфекцию, под угрозу заболеть попадают все обитатели птичника. А это чревато большими убытками. Чтобы организм, то есть его резистентность не снижалась, то есть нужно создавать оптимальные именно технологические условия. То есть температурный, влажностный режим, режим кормления, освещения, то есть паения. Предварительно прогревается помещение до 32-34 градусов. И в дальнейшем мы снижаем температуру в течение одного месяца до 20 градусов. То есть они у нас в таких условиях растут. Сейчас на предприятии 500 тысяч особей. 4-5 раз в год состав обновляется. Ведь у родительского стада тоже есть свой срок годности – 420 дней. После куры идут в переработку. А новые цыплята приедут сюда из Европы. Вряд ли сегодня встретишь садовода-огородника, который не хотел бы иметь у себя на участке вот такую хвойную красавицу. Но украшая ландшафт туями, следует помнить о некоторых правилах. Только тогда ваши деревья будут такими же красивыми и стройными. Прямо как у нас в деревеньке. Эти хвойные растения семейства Кипарисовые горячо любимы и дачниками, и жителями деревенек. Любой из нас не прочь посидеть под тенью живой изгороди или полюбоваться этой красотой. Главное – правильно выбрать, посадить и ухаживать. Туи по природе своей неприхотливы, потому любой грунт, возделанный трудолюбивыми сельчанами, подойдет. Ямочку мы выкапываем чуть больше, чем вазон, в котором вы купили растение. Ямочка должна быть шире и глубже. Вот, допустим, наглядно покажем. Вы выкопали ямочку. Она больше, чем вазон. Насыпаем на дно вот этой вами намешанной земли. Либо, если у вас земля хорошая, то просто ту землю, которую вы достали, мы достаем из вазона. Корневая система здесь бита, ее разбивать не надо. Выбираем, смотрим ту и лучшую сторону. Всегда одна сторона немножко лучше. Мы ее сделаем потом на лицо. Посредине ямочки ставим мытуечку. Поднимаем нижние веточки и снова засыпаем землей. Землю не забывайте утрамбовывать. У корней оставьте лунку. Здесь будет собираться вода, когда будете поливать тую. Чем больше растения, тем больше воды. Если маленькое растение, как бы небольшое, там сначала пол ведра, потом еще пол ведра. Если растение большое, уже как бы высота там повыше срослого человека, значит там корневая больше, значит туда два ведра воды нужно сразу. Вода может быть из колодца, скважины и даже дождевая. Тую не должна мочить жажда. Потому при посадке воды не жалейте. В идеале поливать хвойное растение нужно два-три раза в неделю. Если это дачный вариант, и вы уезжаете и приезжаете в раз в неделю, то желательно под корневую систему положить какую-то мульчу, которая вроде сверху от солнца подсохнет, но снизу влагу будет держать, не даст ей испаряться. Мульчой может быть кора, может быть даже опилочки, может быть какие-то камешки типа щебня. В конце мая-июня неплохо сделать вне корневую подкормку. Растение это настолько универсально, что высаживать в грунт его можно и весной, и летом. Да и заморозков оно не боится. Цена туи напрямую зависит от ее возраста. Чем старше, тем дороже. От 80 тысяч до полумиллиона рублей. Вечно зеленая хвоя будет мирно соседствовать практически со всеми растениями, кроме роз и лилий. А вот если вы задумали посадить несколько туи, слушайте и запоминайте. Взрослые растения вырастают где-то метр-метр двадцать шириной. Поэтому их близко друг к другу не садят. Если только вы хотите создать стену, чтобы закрыть, то тогда их садят где-то через метр-метр двадцать, но они сомкнутся. А так, чтобы они красиво смотрелись, но при том не сомкнулись, или между ними можно было посадить еще какое-то растение, то нужно садить через два метра полтора. То и растения-долгожители. Специалисты заверили деревеньку, что такая зеленая красота будет радовать не одно поколение. Главное, приобретайте растения в закрытой корневой системе и не забывайте поливать. Не едиными грядками да теплицами славятся приусадебные участки сельчан. Уже несколько лет в районах области проходит конкурс на лучшее частное подворье. Самые творческие и оригинальные идеи без внимания не остаются. Деревенька решила полюбопытствовать, чем собираются удивлять в деревне Баркалабова Быховского района. Деревенька Деревенька Уж больно он отличается от других. Работа во дворе у Людмилы и Василия кипит полным ходом. Надо и однолетники посадить, и клумбы прополоть, и растения вовремя полить. Участвовать в конкурсе на лучшее подворье для молодой семьи не впервой. В 2012-м даже были в числе призеров. Еще бы с такой-то фантазией. Взял немножко металла, сварочный аппарат, сделал каркас, старый подшипник от автомобиля использовал, вал небольшой и деревянный обеточек. Все это ушили, покрасили, получилась красивая бельница. Первые композиции появились на участке лет 8 назад, когда Людмила получила это жилье как молодой специалист. На этом подворье все не случайно. Каждая клумба или композиция организована строго по фэншую, потому цветы украшают не только двор, но и само жилище молодой семьи. По фэншую обязательно должна быть мельница, она привлекает удачу и счастье. Должен быть водоем, потом должны быть камешки, то есть небольшие возвышения. Вот мы и добавили. Ну, все это согласно сторон света, то есть по компасу выставляется и высаживается. Кстати, по тому же фэншую в доме обязательно должны жить мяукающие питомцы, ведь они приносят владельцам удачу и благополучие. Но вот этих мышек кошки по понятным причинам не ловят. Поскольку мыши, либо еще можно их крысами, кто как называет, решила добавить им сырок. Сырок сделан из панопласта, мышки из обычных бутылочек из-под лимонада, раскрашены, ну и посажены сюда цветы. Цветы, получается, как прическа такая у них, да? Да. Можно еще, я планирую сделать еще ежиков, но они чуть-чуть по другой технологии делаются, и посадить туда декоративную траву, будет такой колючий ежик. Чтобы все удавалось, говорят супруги, надо грамотно поделить обязанности. Людмила – кладезь оригинальных идей, а Василий с легкостью любую задумку воплотит в жизнь. Вместе любая работа спорится, хочется и придумывать, и творить. А планы у супругов на этот теплый сезон – самое что ни есть грандиозное. Хотелось бы сделать колодец и прудик свой сделать, только прудик капитальный, на основе того, чтобы все это вырыть, сделать из бетона, чтобы это было надолго. Я хочу здесь сделать полностью деревенский уголочек, сделать лошадочку, собачек, котиков, и побольше добавить цветов, чтобы эти композиции были не просто такие, а цветущие. Как видим, творчество есть место везде, и всегда главное не лениться. Но вы, наши дорогие зрители, точно знаю, таким недугом не страдаете. Потому продолжайте в том же духе, фантазируйте и удивляйте. Ну а мы обязательно сделаем так, чтобы об этом узнали все. Всем хорошего весеннего настроения и побольше творчества. До встречи.